Атмосферу своих традиций первая музыкальная школа приносит в Краеведческий музей и рассказывает совсем другую историю Пензы – творческую. Выдающиеся педагоги, а их целая плеяда, хорошо известны не только в нашем городе, но и по всей России и даже за рубежом. Вот, например, портрет Алексея Турищева, который работал в учебном заведении в военные годы. Именно он написал знаменитый «Марш варяг». Уже наши современники создали серию открыток с обликом незаурядных музыкантов в едином стиле и организовали передвижную выставку. Мы, конечно, используем цифровые технологии в нашем проекте. Благодаря QR-кодам мы можем перейти на страницы, рассказывающие о музыкальных деятелях нашего города. Но нам бы очень хотелось, чтобы традиция письма теплой открытки сохранялась и что-то оставалось в бумажном варианте на память у гостей и учеников. Создание экспозиции и гашение открыток почтовыми штемпелями – это часть музейного проекта. Кстати, на него Пензенская музыкальная школа номер один получила грант первого конкурса президентского фонда культурных инициатив, который был объявлен в этом году. По передвижной выставке педагоги вместе с учениками готовят экскурсии. Это действительно хорошая, слаженная работа, которая выражается в замечательное мероприятие. Пензенская земля, сам город Пенза богат вообще на таких выдающихся личностей, потому что действительно мы всегда славились и мы всегда привлекали этим внимание со стороны других регионов. Краеведческий музей – самый, наверное, главный, самый важный музей Пензенской области. Я хочу поблагодарить моих смелых коллег, детскую музыкальную школу номер один, за такой замечательный проект. Действительно, как первая музыкальная, всегда первая. Авторы проекта рассчитывают показать свою выставку не только на разных площадках нашего города, но также в Самаре и Саратове. Ну а пока пензенцы могут отправить в эти города и не только памятные открытки с почтовыми штемпелями. Раз, два, три. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте.